МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страшный приговор. Звезда телеэфиров оказалась в тюрьме. Следующие полтора года участник реалити-шоу проведет за решеткой. Мать знаменитости уверена, во всем виновата его бывшая жена, которая мстит их популярной семье и требует миллионы. АПЛОДИСМЕНТЫ Мать звезды реалити-шоу Александра Гобозова приехала на программу. Ольга Гобозова, встречаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Как так случилось, что ваш сын, звезда телеэфиров, которого, знает вся страна, оказался в тюрьме? Просто нелепая случайность. Нас Света с Сашей оберегали от всего этого. И я только уже потом узнала, когда у него был домашний арест. И только подробности возникли, когда стали угрожать. Мне с мужем выставлять фотографии, выставлять что дочку, фотографии дочки с сыном, выставлять, что... Ну, стали его шантажировать. Вот я только так узнала. Они хотели нас, так сказать, убить. За что? Я не знаю. Я не знаю, за что они хотели. Вот эти угрозы шли в телефоне. Естественно, Саша стал выяснять, наверное. Я только потом уже знала, когда суд первый был, за что его, так сказать, угрожает посадить в тюрьму. А так за что? Я понять не могу. Что якобы он избил эту девушку. Якобы он каким-то разбоем занимался. Какой разбой? Он за решеткой за избиение девушки? Я не знаю. Саша со Светой меня оберегали. Мне ничего не говорили. Знаю, что у меня муж больной. Я только более-менее подробно узнала, когда, значит, второй суд был. И когда огласили приговор. Полтора года я не верю в это, что Саша был виноват. Потому что он совершенно другой. Когда он учился в музыкальном училище, когда учился в университете, он всегда всех защищал, он всегда всех одевал. Деньги у него появлялись, он старался всем помочь. Но он, правда, он бывает несдержанный. Он очень добрый, он очень, знаете, внимательный. Я не верю. Вы говорите, он такой добрый, он такой светлый. Мы посмотрели программы с его участием, и вы посмотрите, что он творит, причем не стесняется камер. Все вместе с копом постараемся решить сексуальные проблемы Александра Гобозова. Я не понимаю, что с тобой, сынок. Я не понимаю. Тебя ни папа не понимает, ни сестры, ни друзья твои. Тебя никто не понимает. Саша, секунду. Саша, ты что делаешь? Саша, ты что, сама зашел, что ли? Представляю свою жизнь без тебя. И я тебя очень сильно люблю. Ты мне больше никто не смеешь говорить гадостью. Аляночка, солнышко мое, подожди, мам. Иди, зайди, пожалуйста, домой. Я хотела у тебя попросить прощения. Прости меня, пожалуйста. Я была, правда, очень-очень виновата. Я не хотела тебя обидеть. Признайся, при мне, что ты врал, когда говорил, что ее любишь. Потому что ни одного дня ты ее не любил. Где же ваш тихий и спокойный мальчик? Это все провокации. Это он под камеры так к женщинам обращается? Это провокации. Каждое Сашину вот это действие, это ответ на провокацию. Саша сам первый никогда, вот эти все действия он первый никогда не делал. Вы считаете нормальным, когда женщина на коленях стоит и извиняется перед ним? Она и передо мной стояла на коленях. Вот. Но я говорю, Саша первый никогда не начинал. Никогда. Вот он, эти все его действия, только провокации со стороны всех, кто его полуцелил. Когда он наносит удар по женщине, где тут провокация? Провокация была до этого. Это реалити. Вы сказали, что вашей семье угрожают. Да, нашей семье угрожали. Что нас с мужем уничтожат, что дочка с сыном пострадает, моя старшая дочка. Угрожали всей нашей семье. Вы считаете, что все это делала бывшая жена Александра? Она завидовала счастью вашего сына? Я об этом сейчас не хочу говорить. Тем более она ждет ребенка, пускай она ходит счастливая, беременная, рожает легко. Она же сейчас с ним судится и за алименты, за ребенка. Мне просто обидно, что я ребенка этого с двух месяцев до трех лет, я его фактически воспитывала. Понимаете? Потом она привозила ко мне его два года подряд со своим новым мужем, и я их все хорошо встречала. Претензии появились тогда, когда Саша со Светой стал встречаться, А Аляна уже беременна, была вторым ребенком от нового мужа. И вот эти негативные кадры стали появляться в соцсетях. И я задаюсь вопросом, зачем это делать? Как только вынесли приговор, и он оказался в тюрьме на полтора года, его бывшая жена, не скрывая эмоции, не скрывая радости, в социальных сетях выложила пост. Полюбуйтесь. У меня давно своя семья, у меня свой муж, у меня свои дети, у меня своя жизнь. И, к сожалению, так получилось, что все равно до сих пор этот клубок, который связывает меня, это ребенок, не было бы ребенка, не было бы вообще никаких разговоров. Так как есть ребенок, даже если вот... Не было бы даже разговоров, если бы не было всех вот этих вот претензий, судов, заявлений, всего остального. Потому что в целом мы как жили, так и живем. Ну, то есть там ни алиментов, ни общения, ни какой-то там помощи ребенку. То есть к этому уже все давно шло в целом. Поэтому я желаю только одуматься, желаю, чтобы пришел опыт, пришли какие-то определенные уроки. Если человека не может поменять мама, папа, родные, друзья, какой-то смысл жизни, цели, потом жена, ребенок, потом другая жена, ребенок, то вот остается, наверное, вот такое место, как тюрьма. Это все жизнь, это все уроки, которые жизнь преподносит. И пока этот урок не будет усвоен, он будет повторяться, повторяться и повторяться. И это бывшая жена вашего сына? В этом вся Алиана. Вот в этом вся Алиана. Простите, а в чем она не права? В том, что если она счастливая жена, если она счастливая мама, сейчас будет трижды мама, зачем вот это все выносить в соцсети? Зачем? Вашего сына судят за избиение девушки. А кто та самая девушка? Я не знаю, я ее не видела. Я вообще не знаю. Я бы, может быть, с ней как мать поговорила. Дело в том, что... Ну, я вот не верю, чтобы вот Саша вот сразу, сразу вдруг начал избивать. Вот что такое? Я не верю, что это... Вот именно он со злости все это делал. Он не злой. Только у меня одно слово. Его спровоцировали. То есть девушка это его спровоцировала? Девушка или кто другой вот угрожал. Когда вот эти реальные угрозы, я читаю, что меня с мужем собирается и дочку с сыном и собирается отправить на тот свет, вы поймите. Поэтому Саша... Что Саша оставалось делать? Защищать нас. Девушка, которую жестоко избил ваш сын, боится за свою жизнь и до сих пор скрывает внешность, опасаясь мести. Диана, встречаем. Вы подруга бывшей жены Александра Габозова? Я ни Габозова, ни его жену, да, не знала. Мы познакомились в соцсетях. Я тогда была не замужем. Он мне не говорил то, что у него есть семья. Я не имела представления, кто это вообще. Мы встретились, провели время. Он оказался адекватным, нормальным человеком. Я согласилась на вторую встречу. И на вторую встречу это все произошло. Я выжила, можно сказать. Это было очень жестоко. Если кто-то мне не верит, я могу фотографию избиения. Это здесь еще темно видно? Это через месяц. Вот это все было жестоко. Но это же какие-то просто зверства. А вы сейчас, я так понимаю, в очках, в парике? Вы чего боитесь? Это может оказаться вместе. У меня есть семья. У меня есть муж. У меня есть ребенок. Ольга Васильевна, вы видели эти фотографии? Нет, не было. Я хочу спросить. Вот это с вами сотворил? Да. Звезда реалити-шоу Александр Габозов? Да. А с чего вдруг, вы сейчас говорите, познакомились с ним в социальных сетях, потом пошли на встречу? Когда была стадия разбирательства следствия, выяснилось то, что у него вымогали неизвестные деньги, мошенники какие-то. Он почему-то, я не знаю почему, подумал то, что я там замешана, хотя когда было следствие, он сидел под домашним арестом, сам Габозов и его адвокат писали на меня два заявления. Первое заявление говорилось, то, что я занимаюсь эскортом, и я привлекаю девушек ближнего и дальнего зарубежья. У меня восточная внешность, я молодая, красивая, извините, в этом я не виновата, и если бы я этим занималась, меня семья давно, наверное, казнила бы, зная наши традиции. И второе, то, что я связана с этими вымогателями, я состою в банде. Почему Саша поднял на вас руку? Это вы должны спросить у Саши. Я сама не знаю. Просто так, он не мог поднять. Ну вот хоть убейте меня. Ольга Васильевна, ну посмотрите, это же действительно ужасные фотографии. Это ужасные. Но дело в том, что просто так, вот он подошел к ней и стал ее избивать. Какой может быть повод, чтобы вот до такого довести женщину? Объясните мне. Вот значит, был повод. Вы мне это не показываете. Я, знаете, я уверена, у Саши был повод. Он просто так не будет бить. Он мой сын. Я его знаю. Он писал на меня за явление. Оперативные вот эти следователи, оперативники все выяснили. Милая моя, я хотела тебя увидеть. Я хотела выяснить, извиниться перед тобой, если было что-то. Вы сейчас решили извиниться, когда я лежала в больнице. Я не могла встать. Я была полусумертием. Вы ко мне ни разу не подошли, не извинились. Я не знала о тебе. Сейчас решили. Я не знала о тебе, что ты существует. Я тоже, мать, я понимаю, что это. Даже извинений ни одного не было. Я не знаю. Я тебя не знала, о тебе ничего не слышала. Но я ни за что не поверю, чтобы вот вы с ним встретились, и он начал тебя избивать. Значит, был повод. Повода не было. Он зашел и начал просто меня избивать. То есть первое, третье, это было романтическое, это было единственное свидание. Это было дружеское. Дружеское? Дружеское свидание. А где это дружеское свидание проходило? Это было у меня дома. Сразу у вас дома? А давайте покажем, где все происходило. Внимание. Это все произошло здесь. Первый день, когда мы пересеклись с ним, он был на вид нормальный, адекватный человек. Он пришел с цветами, с вином. Я накрыла на стол, поставила нарезку. Мы общались прям до ночи. У нас было очень много интересных тем. Для меня он казался очень адекватным, хорошим, культурным человеком. Он приехал, зашел в квартиру, и началась с ним взорваться. Тут он меня потащил в кухню, взял за волосы, начал по стене, по земле. Вот это все произошло. Прямо об стену ударил. Когда ударил, у меня в ушах, в голове все звенело. Я уже поняла, что мне надо главное убегать как-то. Я уже ни о чем не думала. Даже когда он меня хотел пальцы отрубить, он мне сказал, я тебе пальцы отрублю. Думала, я там уже в крови зальюсь, умру. Мне надо было главное выжить. Я выбежала, я не помню, как, что, вот здесь была паника. Я начала стучать во все двери соседей. Я ногой пинала, ой, было шумно уже. Один сосед вышел из квартиры. На мне живого места не было. У меня было все порвано, разодрано. Вот здесь была кровь. Это было страшно. Сосед увидел, он был вообще в шоке. Он не понял, кто это, что это. Сосед был вообще испуган. На лицо у меня вот здесь было полностью избито. Эта сторона, эта сторона здесь. И зубы были выбито. Из этого было много крови здесь. На шее у меня были маленькие ножевые. Он ножом, который проходил. Я тогда действительно еле выжила. Это было очень тяжело. Особенно лицо. Первые три дня у меня был здесь отек, который был. Я в зеркало не могла смотреть. Я сотрела, у меня были слезы. Я думала, это будет заживать годами. Кровь из-за того, что много крови теряла, я начала в обморок. У меня голова кружилась, и врачи боялись, что я в себя не приду просто. И тут я легла в больницу. Соседи по палате начали говорить, что Александр Гобозов избил жестоко какую-то девушку. А я вот лежу, и понимается, что это я, и мне от этого еще больнее внутри. Тяжело. сердце разорвалось. Я не верю, никогда. На этом реалити-шоу три года. Я была, я ни разу, я вам вот клянусь, клянусь своей жизнью, клянусь семянности. Саша первый никогда не начинал. И эта девушка лукавит. Она лукавит. Без причины мой сын никогда не будет пить. Значит, вы что-то сделали. И кто-то у вас есть. То есть вы открываете дверь и сразу удар? Да. Так не бывает. Это было так. А потом он мне объяснил, почему это все было. У него вымогают деньги в сумме полтора миллиона рублей. И он просто приходит и говорит, что это я. Я всегда верила сыну, понимаете? Всю жизнь я верила, он доверчивый такой. Он очень добрый, но я не... Ольга Васильевна, а может быть, Саша действительно в чем-то виноват и кому-то должен денег? Полтора миллиона? Полтора миллиона. Сумма была полтора миллиона. Материал уголовного дела это есть. Я не знаю, кому что. Не может быть. Его дело. Он деньги никому не должен. Почему он вас связал вот с этими товарищами, с этими ребятами? Это у него в голове. Вот как он вас довел до вот этого состояния? Он меня избивал. Я не могла выбежать. Первый раз я выбежала, когда с квартиры, он меня обратно за волосы потащил. Второй раз выбегаю, начинаю во все двери стучаться. Это чудо. А он молча это делал или он что-то говорил при этом? Он не говорил, потом начал. Адам, Адам, давай звонить Адаму. Мы стали звонить и он дальше стал меня колбасить. Знаете, я этого человека простила. У меня есть в суде записка о том, что я прошу суд смягчить, потому что есть смягчающее обстоятельство. Мать, жена, ребенок. И я прошу сделать наказание, не связанное с лишением свободы. Я тоже мать. Я не хочу кому-то судьбу рушить. Там человек не поменяется, но будет хуже его семье. Чем он вас зацепил? Кто кому написал вообще? Он мне написал. Он просто предложил встретиться. Мы когда общались, как сказать, человек был с харизмой и юмором. А вы сразу узнали? Я не знала, кто это до того, пока меня не избили. Ну вы же видели в соцсетях, наверное, фотографии с женой, с ребенком. Там было три его фотографии, где он один. Больше ничего не было. Меня это смущает в том плане, что вот здесь люди сидят. Вот там сидят молодые женщины, молодые девушки. Вы поверите, что к вам пришел парень и начал сразу вас беспричинно избивать? Поверите? Никто не поверил. Никто не поверил. О чем вы говорили на первой встрече? Чем он вам так понравился, что вы согласились на вторую? Просто мы разговаривали о жизни, о что-то вот. Он о себе рассказывал, то, что он увлекается боями, он выступает, он борец, он показывал бои. Но я не знала, кто это, я не смотрю это телешоу. А вы строили какие-то планы на жизнь с ним, раз согласились на вторую встречу? Нет, просто дружба. На тот момент я поругалась с женихом. Мне никто не запрещает общаться с кем-то. У меня ни мужа, никого не было. У вас жених, и вы приводите другого мужика к себе домой. С этим женихом на сегодняшний день он мой муж. Тем более. На тот момент он мне был с женихом, мы поругались. А зачем вы тогда, когда у вас есть жених, знакомитесь в интернете с каким-то мужиком и приводите его к себе домой? Вы даже не идете пить в гости. Никто не отменял завозить друзей. То есть, то есть, тебя не смущает то, что он с женой ходит на свидание, фактически из меня ей, а здесь девушка, свободная в этот момент, пошла на свидание, вот сразу такая, похоясекая. Саша, она пошла не на свидание, она привела известного мужчину к себе домой. В то время, как она поругалась, если она не знала, как поругалась с молодым человеком. Но не бывает таких совпадений, Саша. Я не знала, кто это. Сплошное вранье, вот сплошное вранье, от начала до конца. Вот, ну, вот ни за что. Вот хоть обидите меня. Макс всегда будет защищать ребенка. А вы своего не будете защищать, когда ваш ребенок подрастет? Мой ребенок, извините, я его воспитываю нормально. Я воспитывала нормально, поверьте, я очень воспитывала нормально. Очень добрый мальчик русский. Хоть позвоните в музыкальное училище, хоть позвоните в университет, хоть позвоните в Хепкинском театральном училище, позвоните его друзьям, руководителям даже сюда. Все скажут, что он нормальный, адекватный парень. Ольга Васильевна нам рассказала, как ее богатый, знаменитый сын, во-первых, все заработал сам, а во-вторых, рассказала, какие у него золотые руки. Саша здесь начал, вот, помогать, это, шпаклевку. Вот он помогал демонтировать эти старые двери, линолеум, все это помогал Саше делать. Он прекрасный мастер по натяжным потолкам. Он такие потолки, он и двух, и трех уровней, он делал сам проводку. Творческий человек, но у него руки золотые. Он даже алсу в ее квартире натягивал натяжные потолки. Вот здесь Саша, видите, наклеил обои, но прежде чем клеить обои, он помогал шпаклевать. Вот, он все это умеет делать. Вот это он здесь сам делал. Душа болит, сердце болит. Ну вот, когда мы все это будем доделывать, не знаю. Если бы Саша был, не эти проклятые, а вот эти месяцы, то сколько, четыре с половиной или пять мест, мы бы уже давно здесь с мужем жили, в окошечке наблюдали, на природу, и все. А так, не знаю, когда мы теперь это делаем, когда он вернется. Сашина мечта была построить дом. Вот его зацепил вот этот участок. Он хотел, знаете, у него план даже был, вот такой дом, типа, скошенная крыша, там второй этаж, первый этаж. В общем, и для детей комнаты, и для них, и для гостей. Здесь он хотел, что, бассейн сделать. А летом речка прекрасная. Хотел тепличкой потом сделать. Думала, они будут здесь рядом, я буду помогать с ногами. Я так мечтала, вот здесь вот, большой участок, очень большой участок. И что теперь, когда Саша? Когда он начнет строительство этого дома? Ольга Васильевна, не можете сдержать слез, когда смотрите на это? Я вообще не могу даже обсуждать эту ситуацию. Ну, ни за что не поверю, что она сама пригласила его, и он начал ее избивать. Нет, это просто какой-то абсурд. Сейчас короткая пауза, а сразу после в прямом эфире жена звезды телеэфиров Александра Гобозова впервые встретится лицом к лицу с его любовницей, и что скажет сам Александр Гобозов. Телеканал «Россия» прямой эфир. Вынесен страшный приговор. Популярный участник реалити-шоу Александр Гобозов следующие полтора года проведет «За решеткой». Мы продолжаем. Жена Александра Гобозова приехала в эту студию, чтобы посмотреть в глаза любовницы своего звездного мужа Светлана Гобозова. Встречаем. Ваш звездный муж теперь уголовник. Еще недавно его все узнавали, теперь он за решеткой. Вы как с этим живете? Я с ним, я за него, и во всем его поддерживаю в данной ситуации, при этом четко осознавая, что есть определенные моменты, есть определенные... Светлана, вы видели эти фотографии? Говорят, что это сделал ваш муж. Конечно. Он способен на такое? Наверное, стоит начать с того, из-за чего вся эта ситуация происходит. Мы об этом уж говорили. Из-за чего? Саше в определенный момент начали поступать угрозы. Угрозы были жесткие. На протяжении месяца его неким образом изводили, требуя у него денежные средства. Друзья, в общем-то, и все его окружение, которое с ним было на тот момент, говорило, что ничего ты не добьешься походом в органы полиции. Это 100% какая-то там непростая история, там, наверное, кто-то кого-то крышует и так далее. Вашей семье начали писать с разных номеров, и вы показали нам эти угрозы. Внимание! Угрозы были страшные с какого-то непонятного, неизвестного номера, естественно, который там на третье лицо был зарегистрирован. В одно прекрасное утро ему начал названивать некий мужчина, представившийся Адамом, который говорил, что якобы с него требуется полтора миллиона рублей. Он обязан там отдать, причем смысл, как бы и посыл был непонятен. В этих угрозах они указывают контактные данные, то есть места регистрации Саши, его ИННН, его СНИЛС. Присылают фотографию ребенка и клянутся Всевышним, что тебе по адресу подъедут влиятельные люди, тебе дадут просто час времени похоронить свою семью, поплакать над могилой, потом тебя самого похоронят либо повесят. Дальше присылают фотографию Сашину с ребенком и данные мамы. То есть как бы о его каких-то провинностях они не говорили. Они не говорили о том, что, ну, допустим, шантаж какой-то, да, шантажа тоже не было, никаких там провокационных фотографий, видео, еще там что-то. Просто это по факту было, да, и нам денег, иначе мы там угробим твою семью. Подождите, просто так вымогают деньги? Такой белый, пушистый, Александр Бабушевский. Ну, а тут вопрос не в белом, пушистом. Если бы ему предлагали какие-то вариации, да, там, фотографии какие-то провокационные, или там еще что-то, или хотя бы его обвиняли в тексте этих сообщений, я бы с вами со всеми согласилась. Ну, когда это просто... Не с того, не с сего, да, происходит такая история, что говорят, мы приедем, закопаем твою мать, убьем твоего ребенка, там, и так далее. Ну, это жуткие угрозы, это просто ужас, но ведь не с того, не с сего такое не пишет. Но не бывает такого. Вы же, жена, вы должны знать, он занимал у кого-то полтора миллиона рублей? Нет, это речь не была вообще о каком-то долге. У Саши единственный его недостаток, который, я считаю, да, у него есть, это излишняя открытость. Когда он идет и может быть в какой-то малознакомой компании, может рассказать, допустим, о том, какое у него финансовое положение, о том, что он какие-то денежные средства получил. Причем здесь Диана тогда? Притом не просто Диана, это любовница вашего мужа. Мы были друзьями. Сайт знакомств, встреча на квартире. Я когда с друзьями встречаюсь, я иду, простите, в кабак выпить стопку чего-нибудь. Я не знаю, как вы знакомитесь, мне лучше дома, знаете, тогда мне было плохо, был на улице дождь. Вот эти вот личные темы, это те темы, которые мы будем с мужем с моим решать внутри семьи. Когда ему звонил этот мужчина, который представился Адам, я не знаю, по какой причине, я не следственные органы, я не могу уважаемую Диану в чем-то обвинять. Но этот мужчина конкретно сказал, что вот конкретно по этому адресу пойдешь, отдашь деньги, передашь этой даме. Это не было доказуемо. Когда вы написали на меня заявление, оперативники ничто не могли сделать, потому что я им сказала, где мое имя, где я, где свечусь я, ничего нет. Это просто ему в голову пришло. Либо она просто девушка, с которой ваш муж изменял вам. Вот и все. Потом избил ее и придумал вот эту историю. Она утверждает, что она познакомилась с ним на сайте знакомств. Это вызывает во мне лишь улыбку по одной простой причине. Все те, кто знают моего супруга, даже по проекту или по каким-то другим телодвижениям, все прекрасно понимают, что Саша является тем мужчиной, которому вряд ли понадобится сайт знакомств для знакомства с женщиной, даже если он этого и захочет. Поэтому в данном случае я очень сомневаюсь, что история знакомства была именно такова. Диана, а вам деньги принесли полтора миллиона рублей? Нет, мне принесли избиение. Диана, давайте расставим все точки над «и». Он с вами просто общался или у вас была интимная связь? Интимной связи не было. Но к этому шел? Может быть, у него было в голове, а у меня не было. Гобозов неадекватный мужчина, который сбивал всех на телепроекты, потом, а у него были какие-то проблемы, и он решил спустить всю свою злобу на несчастной девушке. Саш, ну какие проблемы? У него прекрасная жена, у вас дочь, да, насколько я понимаю? У вас счастливая семья, какие могут быть проблемы? А прекрасная семья, только он ходит на свидание с другими женщинами. Вы рассказали нам о самых счастливых моментах жизни со звездой реалити-шоу Александром Гобозовым. Вот как это было, внимание. Весной 2023 года мы, в общем-то, решили расписаться, узаконить наши отношения, потому что поняли, что хотим стабильную семью, семейную жизнь, и, в общем-то, в Пятигорском ЗАГСе мы заключили брак. Там все такое семейное у нас было, не особо какие-то там пиршества мы устраивали, мы просто расписались с семьей, поехали в дом отдыха, ну и, в общем-то, классно провели время. С бассейном, с банькой, вот это все, как мы любим. Вот спустя какое-то время я узнала о том, что я забеременела. Я как-то настолько растрогалась всем этим событиям, что даже первые пару дней ему об этом как-то стеснялась, боялась сказать. Сейчас я вам покажу Сашу на реакцию на это, на все. Он сначала выбежал куда-то на улицу, потому что им плохо стало. Потом пришел, естественно, что-то разбил, прыгнув на барную стойку. Плачет, сидит. Когда мы узнали, что, в общем-то, мы будем скоро родителями, Саша проявил такую инициативу обвенчаться. Благословяй на царство отца и сына. Это вот было наше венчание трогательное. Я тут вся, не обращать внимание, очень заплаканная. Для меня это сложная душевная процедура была. Это свидетельство о венчании, которое нам выдали. Мне кажется, что у этого документа, которое какое-то особое значение, в общем-то, он является самым основополагающим нашей семье. У нас даже иконки остались венчальные. Это трогательно. Но это вы в вашей московской квартире? Происходило... А арестовали его в Пятигорске? Да, это в Пятигорске уже происходило. В самый сложный момент вы возвращаетесь в Москву. Совершенно верно. У меня, к сожалению, нет человека, который сейчас двухмесячным ребенком и с десятилетним ребенком будет меня кормить. У Саши пожилые родители, которые тоже требуют определенного, да, как вам сказать, определенной помощи. Пожилые родители могут помочь с воспитанием внуков. А кормить нас кто будет? То есть вы в Москву уехали работать? Я работаю, конечно. Я с ребенком на руках, с маленьким вынуждена сейчас работать. Я сейчас фактически у своей семьи единственная кормилица. Каким образом я могу сидеть в Лермонтове с двумя детьми, с пожилыми родителями, кто нас будет кормить? А у Саши разве не было заработанных денег? Вашего мужа знают все, он звезда реалити-шоу, он получал многомиллионные гонорары. Я вам поясню, у Саши как раз перед тем, как он, в общем-то, оказался там, где он сейчас находится, мы с ним приобрели земельный участок для того, чтобы там начинать строительство дома. Ну, то есть, грубо говоря, мы вложились в недвижимость и, ну, в общем-то, ничто не предвещало беды. Должно были компенсацию выплатить Диане. Какую компенсацию? А, в смысле возмещение? Мы ее выплатили. Мы все выплатили. А вам выплатили? 400 тысяч, да. Просто сейчас очень странно, у вас общее горе. У вас муж за решеткой, у вас сын за решеткой. И нет бы, чтобы вам объединиться то, о чем говорит Саша. А сейчас мама вынуждена одна собирать и носить сыну передачи в тюрьму. Посмотрите, как это происходит. Я никогда бы, наверное, не могла подумать, что с Сашей может случиться и что мне придется в сезон нести в ящик. Потому что это мой сын, я его люблю. Каким бы он ни был, это мой сын. Решила Саше положить в его, так сказать, тренажер, чтобы не запускал свою фигуру, немножко хоть держал себя в форме. Вот я ему спортивный костюм повезу. Вот, так сказать, ну, белье нижнее. У меня есть список, по которому можно в СИЗО какую-что передачу собирать. Какие продукты, вещи. Так, сухари, сахар. Кстати, у меня сахар не надо мне покупать. Вот, рафинат есть. Вот. Саша у меня очень любит супы. Он всегда говорит, мама, у тебя супы какие-то особенные. Вон, любимый его супчик грибной. Няшка, тут грудка. Форму начал терять. Скажите, пожалуйста, а где находится СИЗО? СИЗО, где сидят люди? Где находятся? Дальше туда. СИЗО Да, я сумку-то хотеть переложаю. Два боза через осень. Два боза. У нас тут планка. Вы заполняете то, что вы принесли. Одежду тоже нужно, да? Напишите. Все, да? Напишите одежду. Письмо можно в серверах написать? Нет. Через почту. Через почту, да. Да, спасибо. Хорошо, спасибо большое. На этих кадрах, Ольга Васильевна, с вами должна быть. Вы должны ей помочь. Подождите, я его перебью. А как уехала в Москву? Вы видели в окне моего мужа? Видели? Я 24 часа в сутки, он у меня ребенок. Я 24 часа в сутки с ним. Я сама с больными ногами, еле с палочкой ухожу. У меня рука болит. У Саши столько звездных друзей. Ведь он же знаменитость. Почему никто не помогает? Почему в самый нужный момент все отвернулись от вашей семьи? Нет. У него очень хороший друг, Андрей Черкасов. Он сейчас за границей отдыхает. Он мне первый день сразу написал, Ольга Васильевна, я приеду, я все помогу, все сделаю. Почему он не мог просто перевести деньги, как это делает Светлана? При чем тут деньги? Я никогда, он не говорил, я сказала, мне пока ничего не надо. Когда ваш сын был на свободе, он был окружен заботой, вниманием, с вами общались богатые, знаменитые. А как только он оказался за решеткой, никто не отвечает на ваши звонки. Следующая тема у нас семья Гобозовы. Вот когда вынесли приговор, я, конечно, в таком шоке была. К Саше очень хорошо относились и ко мне ведущие. Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксюша Бородина. Ксюша даже в последнее время говорил, Саш, да что у тобой творится? Ты когда раньше приезжал, ты Ольгу усилий на руках носил. Я не знаю, они слезят в соцсетях, потому что они сейчас не работают на реалити-шоу. Может быть, они и не следят за этими ситуациями. Еще, видимо, плохо, так сказать, раскрученные. Но я думаю, если бы я позвонила Ксюше Бородиной, мне кажется, она бы не отказала. Вроде за границу собиралась в каникулы с девочками ехать. Если она где-то за границей-то. Нет, это точно. Я вот два или три назад видела, что она с дочками собиралась ехать в теплые края. Так что это бесполезно. Ксения Анатольевна, видимо, не до этого у нее. Я смотрю в интернете, у нее дела там не очень. Я просто не привыкла, знаете, брать от кого-то деньги. Светлана, я вот смотрю на эти фотографии и все. И у меня к вам только один вопрос. Он на вас руку когда-нибудь поднимал? Мы, конечно, с ним в браке не 20 лет, чтобы говорить о нем в целом за какой-то длительный период. Но за период нашей семейной жизни он даже слова грубого мне не сказал. В первую очередь он мне как раз понравился отношением к родителям, отношением к детям. Ко мне он как-то, я даже не знаю, как к какому-то хрусталику он, наверное, относился. Очень меня берег. Никто не оправдывает того, что Саша поднял руку на потерпевшую. Мы этого и не отрицали, и полностью постарались как раз в этом плане и компенсировать ее ущерб. Но мы говорим о том, что Сашу к этому понудила ситуация. Когда вам угрожают жизнью ребенка, жизнью родителей, не каждый сможет сдержать в себе свои эмоции и не постараться как-то урегулировать эту ситуацию. Вы рассказываете о такой семейной идиле, Диан, а вам он что рассказывал про свою семью? Он мне про семью ничего не рассказывал. Не говорю ни про жену, ни про детей. Он мне рассказывал его мечту. У него была мечта, что родилась дочка, и он ей заплетал волосы, косы плел. Простите за вопрос, а на тот момент, вот когда это происходило, у вас дочь уже родилась? Нет, это, я так понимаю, происходило еще, когда я была в положении. Но он уже знал, что будет девочка? Конечно, конечно. Это уже, ну, ближе к родам было. Светлана, то есть вы беременна, на седьмом месяце, в этот момент ваш верный муж встречается с красивой молодой девушкой и рассказывает про свои мечты, не упоминая вас. Вот так получается. Мой верный муж, как вы его называете, за все время нашего совместного проживания даже на соседней кровати ни разу не заночевал, для того, чтобы я у него, ну, как бы, какие-то сомнения испытывал в адрес своего верного мужа. Из тюрьмы вы будете ждать Александра Гобозова в своей московской квартире, где даже с ним толком не успели и пожить. Здесь у нас прихожая. Как-то мы ее на скорую руку, когда переезжали, там, постарались чем-то немножко украсить. А тут наша скромная кухня, где, в общем-то, уже много достаточно времени проводили. Любимое Сашино блюдо – это борщ. У нас кастрюля здоровая сразу, мне кажется, за день уходила. И сверники, наверное, вот со всякими начинками тоже постоянно. Милая, приготовь мне свернички. Мне кажется, это вообще такое место нашей силой, эта кровать была, потому что все какие-то там движения, там, вот это вот все-все в этой комнате. Мы постоянно куда-то собирались, постоянно куда-то шли, лежали там, глазели в окно. Ввиду того, что мы, как бы, переехали из того места, где постоянно проживали в последнее время, единственное, что я взяла там какие-то вещи его из одежды, ну, и, в общем-то, вот тот браслет, который он носил. Оберег – это я ему приобрела как раз в той церкви, где мы венчались. Носил, не снимая практически. И его часы любимые. Это кольцо Сашина, обручальное, в общем-то, такое же, как у меня. У меня тут кулончик с именами детей и, в общем-то, его кольцо, которое до его прихода я храню под сердцем. А вот ваш брат не сразу его принял, потому что он, судя по всему, смотрел все эти реалити-шоу и знал его скандальный характер. Илья Трутнев, встречаем. Привет. Почему вы не сразу приняли звезду телепроектов Александра Гобозова в семью? Любой человек новый, к нему отношусь в доле скепсиса, да, тем более, когда в семью принимаешь, но он себя проявил вполне приятным. Ну, вы знали, кто он? Конечно, конечно. Вы видели все вот эти кадры, когда он поднимал руки на девушек? И это скандальное поведение Гобозова? Ну, да, он чуть-чуть импульсивен. Ну... Он чуть-чуть импульсивен? Я считаю, что дыма без огня нет. И как бы если вырывать из контекста, просто показывать, как он бьет девушек, ну... Ну, у вас был с ним разговор? Поднимешь руку на мою сестру, оторву все... Саша, да какой подобный разговор? Посмотри на эту фотографию. А Гобозов его с ложечки кормит. Ну, какой разговор поднимешь руку на мою сестру? Здесь абсолютно идиллия. Жили душа в душу. Илья, а вот по-мужски, когда вы сидели, он вам не рассказывал о своих женщинах, о том, что с кем-нибудь познакомился на стороне? Он исключительно всегда, даже при таких откровенных разговорах, тет-а-тет, он всегда с трепетом о свете говорил и боялся ее, наоборот, как-то поранить, как-то задеть, что-то не так сказать. Всегда пытался угодить и... То есть вы считаете, что он сюда пошел не на любовное свидание, а действительно принести деньги? Но это медийные личности, они общаются с людьми, да. Он оказывается у нее в квартире. Они говорят о жизни, он не рассказывает про свою семью, не рассказывает, что он женат, но очевидно, что это свидание. Он изменил по факту уже вашей сестре. Я склонен ему верить, я склонен ему верить. Если он говорит, что он не изменял, ну, значит, так и было. Там были угрозы вашей семье. То есть, ну, это вас касалось. Когда он вам об этом не рассказывает, но он подвергает угрозе, вашу любимую сестру, свою маму, вас, Светлана. Мы же в это время продали квартиру, просто нам с мужем тяжело жить трехкомнатной. Мы купили двухкомнатную. Может быть, они услышали этот, что мы продали квартиру, и поэтому они стали у него выманивать эти деньги. Шантажировать только эти, чтобы он деньги отдал. Сейчас небольшая пауза, а сразу после в прямом эфире. Какое проклятие преследует звезду телеэфиров Александра Гобозова и других участников скандального телешоу. Но главное, что ответит сам Александр Гобозов. Телеканал «Россия» прямой эфир. Популярного участника телешоу Александра Гобозова приговорили к тюремному заключению. Следующие полтора года он проведет за решеткой. Знаменитая семья не может отойти от шока и вынуждена каждый день носить передачи в тюрьму. Мы продолжаем. Другая участница популярного проекта и подруга Александра Гобозова тоже была приговорена к тюремному сроку. Она отсидела и сегодня она в нашей студии. Анастасия Дашко. Встречай. Вы два года отсидели в тюрьме. За что? Мошенничество. 159 статья. Это ошибка моей молодости, за которую приходится расплачиваться до сих пор. Просто это жизнь на «до» и «после». И несмотря на то, что я мама, у меня два сына, у меня прекрасная семья, я предприниматель. Но даже сейчас меня все равно ассоциируют с этой ситуацией. Это очень сложно. Очень. Девушка, и я могу сказать вам так. Вопиющий случай поднимайте на женщину руку. Это раз. Какой бы профессией она ни была, что бы она ни делала, мужчина имел с ней интимную связь. Даже если тебя что-то там, ну, да, не устроит... Для меня это просто шок. Для меня это просто шок. Вы знаете, мне жалко маму. Сейчас для своего ребенка вы можете сделать самое лучшее, что вы можете сделать. Это не защищать его. Не говорить, какой он замечательный, что она там кого-то вымогала. А это попросить у нее прощения, потому что ваш сын в любом случае сделал деяние. У вас впереди апелляция. Вы можете, поговорив, изменить его жизнь. Потому что потом изменить уже будет очень сложно. Сейчас Габоза в тюрьме. Вот этот путь прошла. Каково это? Вчера быть звездой телеэкрана, а на следующий день в тюрьме в окружении преступников. Во-первых, ну, это просто... это дно. Это расшибиться просто в лепешку. Когда ты вот здесь, а потом ты там. И вот сейчас, да, я потихонечку поднимаюсь. Но в любом случае у проекта есть черная сторона. В любом случае. Вот эта вседозволенность, да. Люди выходят оттуда и думают, что они звезды. Ты говоришь про телепроект, в котором вы участвовали. Да, да. Вы посмотрите, Оля Бузова до сих пор не замужем. Да, нет семьи. Казалось бы, карьера, красивая девушка. Куча поклонников. У женского счастья нет. Понимаете? Сколько всяких ситуаций. Сколько смертей и всего остального. Просто... О чем вы сейчас говорите, это просто какое-то проклятие. Ну, возможно, оно есть. Но для того, чтобы изменить это, да, надо делать хорошие вещи. Надо делать правильные выводы. Вы сейчас говорите про вот эту звездность, про вседозвольность. И, знаешь, я вспоминаю, каким шоком было для всех, когда Анастасии выносили приговор. Я хочу... Я понимаю, что вам сейчас тяжело будет на это смотреть, но я хочу всем напомнить, как это было. Челябинский суд вынес приговор бывшей участницей известного реалити-шоу Анастасии Дашко. Мария Темникова изучала криминальные таланты девушки, которая строила свою любовь. Значит, наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Против присутствия в зале прессы скандальная блондинка, привыкшая к вспышкам фотокамер, не возражала. Экс-участница популярного реалити-шоу Анастасия Дашко в суде вела себя непривычно тихо. Сегодня районный суд Челябинска огласил в отношении нее приговор. Три года колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей. Такое наказание девушка получила за махинации с чужими деньгами. На оглашение приговора Дашко доставили уже из следственного изолятора, где она провела последние полгода. Так что из трех лет колонии сидеть девушке осталось два с половиной. Это чуть меньше того срока, который она провела на реалити-шоу знаменитой телестройки. В 2008-м девушка покинула проект. По слухам, уход был связан со скандалом на конкурсе, где главным призом была квартира в Москве. Похоже, Дашко уже тогда была опытной обманщицей. Она отправила сотни СМС в свою поддержку с безлимитного телефона спонсора телепроекта. На вопрос, будет ли Анастасия обжаловать вердикт, девушка пока не ответила. Впрочем, изменить приговор, возможно, захочет и сторона обвинения. Ведь прокурор настаивал на более суровом наказании. Пять лет лишения свободы. Мне стыдно. Это очень большая цена. Можно сделать выводы гораздо проще. Гораздо проще. На прямой связи с нашей студией еще один участник скандального телепроекта, Глеб Клубничка. Глеб, вы слышите нас? Здравствуйте. Скажите, вы, я насколько понимаю, хотели помочь Александру, даже предлагали ему руку помощи. Что это было? Я предлагал Александру пройти реабилитацию, восстановить свою жизнь. У него была зависимость? Ну, Алиана говорила, что Александр слава употреблял с алкоголем, что ухудшало положение его дел, что ему нужна помощь. Он ответил, как и любой человек, наверное, отвечающий, что у него нет совершенно никаких проблем, что у него все нормально. То, что происходит, является следствием долгого и правильного поведения Александра в обществе. Александр всегда был дебоширом, всегда распускал руки, всегда вел себя, когда особенно выпивал, подобными вещами. Когда такое с ним произошло, я лично расстроился, потому что это страшное испытание, которое пришло в его жизнь, но не был удивлен, потому что знаю Сашу как бы там давно. Ольга Васильевна, просто молитесь за своего сына, чтобы тюрьма сейчас и все, что происходящее, поменяло на 180 вообще Александра отношения к жизни, чтобы он стал благодарным, адекватным и следящим за собой, как бы там, человеком. Вот что просто хочется. Спасибо. Адвокат Александра Кобозова подал на апелляцию. Магомед Исмаилов, встречаем. Вы подали апелляцию, ему скинут срок? Письмо вам от Александра и зрителям. Это Александр написал, когда он за решеткой? Да, он в чём написал. Погоди, мы это сейчас прочитаем? Да. Но вам был задан вопрос, вы все-таки подали на апелляцию, вы считаете, ему скинут срок? Я считаю, что то наказание, которое ему назначено, это слишком суровое наказание. И поэтому... Вот где фотографии? Вот эти фотографии. Покажите мне, пожалуйста, фотографии, которые... Так. Вот это слишком сурово? Ой, боже мой. Хорошо. Вот я вижу... Посмотрите на эту девушку, которую вообще не узнать, кстати. Ну я впечатлительный человек, не хочу смотреть. Посмотрите, вот смотрите, эта девушка на данный момент вот сидит передо мной. Жива, здорова. Она простила Александра. У меня только одна просьба. Не говорите то, что я состою в банде в вымогателе. Этого нету. Не говорите вот этой клеветы. А я его простила. Каждый ошибается. Бывает. Надо давать шанс. Защитник Александра Габозова не говорит, что вы состоите где-то в банде. Вы понимаете, это семья говорит. Это мнение семьи. Семья говорит о том, что на девушку ссылался этот вымогатель. Мы не говорим, что она является звеном этой преступной банды. Ну то есть вы думаете, что после апелляции у него будет меньше срок? Мы надеемся на это. Вот мы надеемся, что судебная коллегия... Сколько вы хотите для него? Я считаю, что он заслуживает как минимум условного осуждения. Диана, вы согласны, что может быть... Я в своем мнении всегда останусь. Если я решила, я останусь. Потому что там есть дети, там есть семья, там есть родители. И сам человек, мне кажется, за пару дней в тюрьме сидеть один день, это тяжело. Он все понял. Бедная мама. Диана, я никогда не оправдывала, что когда мужчина поднимает руку на женщину. Вот, то, что Саша вот это сделал, я этого не знала раньше. Но я не оправдываю в том, что он вас ударил. Я за это его осуждаю. Но я всегда буду его защищать. Ну, я только перед вами извиняюсь за то, что он вот это сделал. Ну, я не состою ни в банде. Я понимаю. У меня тоже ребенок, у меня ребенок маленький. Он слышит то, что у тебя мать-вымогатель. Мне это приятно. Я просто концентрировала внимание ни о банде, там ничего. Я говорила, что просто так Саша избивать никогда никого не избивал. Просто так. Он не мог прийти и начать с вас избивать. Вот. Я извиняюсь за то, что он на колени дали, если нога не болела. Разобраться надо до конца. Почему же Саша это сделал? А этого пока никто не знает. И поэтому, Диана, я тебя как мать, ты тоже как мать. Я прошу простить Сашу от моего имени. Вот. А остальных я прошу только лишь понять, что не мог Саша просто так прийти и набиться. Все. Всю программу в нашей студии присутствует психолог Инесса Швадская. Мы попросили вас за всем понаблюдать и составить портрет. Кто же такой Александр Гобозов и что произошло в тот день? Александр ведь относится к тем самым психопатам, который обаятельный. А вы заметьте, да, он же обаятельный мужчина. У него, он пользуется популярностью у женщин. А как раз такие мужчины, они могут, да, для того, чтобы подчеркнуть, так сказать, свою власть над женщиной, ее ударить. И еще важный момент. Когда человек покидает проект, и он уже, к сожалению, с искалеченной психикой, да, ведь внимания становится меньше. Да, все правильно. Ведь ответ напрашивается сам собой на вопрос. Да, сейчас про Александра Гобозова снова говорят. Почему ударил? Да, почему ударил? Да для того, чтобы банальное привлечь внимание. Инесса, а Диане вы верите? Диане я верю. Вы знаете, мы начали с того, что все-таки Александр Гобозов написал письмо. Ты прочитал письмо, которое нам отправил Александр Гобозов, звезда телефиров из тюрьмы. Да, я пробежался, письмо довольно длинное, но здесь самая главная мысль, я хочу зачитать цитаты. Прежде всего, хочу принести в очередной раз свои искренние извинения перед потерпевшей, перед моими родными, да и вообще перед всеми, кого коснулась моя ситуация. Мною руководило чувство страха за самых близких мне людей. Признаюсь честно, все мысли и раскаяния в это письмо не поместятся. Просто еще раз подчеркну, что я искренне сожалею о том, что случилось. Мы обязательно будем следить за этой ситуацией, будем следить за развитием событий. На сегодня все, ровно через неделю мы продолжим в прямом эфире обсуждать то, что касается всех и каждого. Любите близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...